Штутгарт довольно большой город, столица как-никак земли Баден-Вюттенберг. И рассказать-то много есть о чём. Не знаю, правда, даже с чего начать, хотя с чего-то начинать всё-таки нужно. Ладно, пусть это сначала будет одна из его окраинных достопримечательностей, где с 1816 года любовь никогда не кончается. И тем самым я почту память российской царицы Романовой Екатерины Павловны и её супруга короля Билиэльма I, в которой они оба по сей день упокоятся, с одной из их двух дочерей. Очень эпичное место. Помчали-ка, посмотрим это всё поближе. Место, правда, достойно внимания. Усыпальница возведена на холме, среди виноградников и садовых участков. Сюда стоит приехать даже просто ради отличного вида с высоты на сам Штутгарт. Поднявшись по дороге на холм на машине, машину можно оставить у дороги в этом месте, в отрезке отсюда и где-то досюда. Парковочных мест не то чтобы много, но иногда тиснуться можно. От парковки небольшой совсем марш-бросок на возвышенности и ты на месте. Пока шагаешь наверх, постоянно хочется рассматривать лежащий в долине реки Некар город Штутгарт, ну или точнее одну из его частей, по большей части, которую занимает производство концерна «Мерседес». О нем также как-нибудь расскажу, доберусь. Природа вокруг впечатляет, виноградные склоны, все чистенько, прибрано, умиротворенно. Вдали хорошо виден белый овал крыши арены «Мерседеса», ну и остальная, большая часть Штутгарта тоже как на ладони. Что мне лично крепко импонирует, так это то, что немецкий король на месте старого семейного замка, снеся предварительно останки, построил ее для русской царевны, на которую он был женат и которую очень любил. А любовь их, правда, длилась недолго. Малая царица после венчания в 1816 году, спустя три года, 9 января, скончалась в свои 30 лет. Над входной дверью король Вильхельм приказал разместить надпись «Die Liebe hat nie mehr auf», что на русском языке означает что-то вроде «любовь никогда не кончается». Похоже, что встречающимся здесь парочкам это, пожалуй, добавляет романтики к отличному виду с высоты. Из-за короны внутрь, кстати, я не попал, закрыто все было. А что по ценникам за вход, то вроде они не кусаются. Взрослым 4 евро, с экскурсией 5, а детям 2-2,50. Даю подсказку, кстати, в Google Maps можно посмотреть фотографии изнутри. Географическую ссылку ищите, как всегда, в описании. Пару слов еще немного о великой княгине. Великая княгиня Екатерина Павловна, которую Пушкин называл женщиной с умом «необыкновенные возвышенности», став королевой, много сделала для Штутберта. Она основала больницу, ремесленные школы для бедняков и воспитательные заведения, которые до сих пор носят ее имя. В общем, девчонка она была хорошая, за которую не стыдно. Вечная ей память. Этот монумент нескончаемой любви высотой в 20 метров, возведенный по указу короля придворным зодчим Джованни Салуччи, открыт для посещения с 1907 года. С 1825 по 1899 в часовне проводились православные службы. Сейчас они также проводятся, но редко, лишь два раза в год. Внутри есть иконостас, если не ошибаюсь, привезенный Екатериной из самой России. Сейчас это туристические объекты и просто место, где штутгардцы любят посидеть под лучами солнца. Штутгард еще поудивляет нас своими интересностями, как окраинными, так и центральными. Постараюсь вскоре о них рассказать. Рад, если видео было вам полезным и понравилось. Спасибо, что заглянули и до следующих встреч.